всем привет меня зовут андрей я из города черноморск и я волнозависим как и вы все то есть эта передача как бы репортаж для вас это больше никому это будет думаю не интересно хотя и так хочу с вами поговорить о том чем и как я ремонтирую surfboard subboard пусть то будет kiteboard я не знаю то есть все что угодно на чем можно по воде кататься ходить и так далее для этого я использую непосредственно основные элементы это эпоксидная смола эпоксидная смола конечно не простая то есть то что вы можете купить в магазине там это не то то есть это специальная смола которую она имеет свою вязкость и я смешиваю то есть один к шести то есть это очень важно чтобы не никак не меньше не больше потому что потом ли либо смола не застынет как надо либо ну она потом потряскается то есть это очень важно вот соответственно я использую для этого чтобы залатать какое-либо повреждение стекловолокно либо карбон и что обязательно я использую обязательно использую это силиконовые какие-то емкости которые вот не дает пристать эпоксидки к стакану скажем так и весы весы электронные чтобы я мог взвешивать пропорции делать один к шести то что я сказал вот эпоксидки и отвердитель что еще есть скотч специальный скотч который я приобретаю он водостойкий он не это не обычно там какая-то малярная лента для ну строй материалов для строителей так далее это именно водостойкий скотч который которым я делаю какие-то ограничения вокруг повреждения чтобы смола либо то стеклоткань не заходила за края ну чистовой доски скажем так вот когда все стало все застыло эпоксидка застрела стеклоткань застыла это нужно шлифовать и полировать что я делаю я использую для этого как электронные скажем так шлифовальное устройство так и ну ручное то есть ручной официальные наждачки наждачная бумага разной зернистости об этом мы поговорили ну и затем конечно идет после шкурки шлифовка обработка потом еще полировка если при необходимости покраска этого поврежденного места и доска в принципе может быть как новая либо приобретает какой-то товарный вид затем что еще может произойти с вашим плав средством это отломаться фин это плавник либо какие-то закладные либо вы хотите добавить какие-то закладные вот человек то есть финн это плавник то есть чтобы понимали вот и наши закладные хочу хочу поговорить о них то есть ну это они бывают разные то есть вот этот финн закладная идет именно вот как для большого плавника то есть он то и бывают такие моменты что плавник обламывается вместе с закладной и теряется в воде и все и вот они есть наличие как бы можно его установить ну как бы восстановить вашу доску либо есть вот тут такого вида закладная которая тоже крепится на ней плавник допустим вот то есть их два идет то есть ну и то есть тоже при падении может сломаться плавник и как правило он теряется под водой и ты его уже не найдешь есть естественно вот такие закладные под лишь лишь она находится сами понимаете где и на корме доски вот и он тоже имеет свойство оборваться то есть при каком-то рывке когда доска улетела от вас и может вместе с лишним ну потеряться то есть ну лишь не потеряется конечно вот сама закладная она уйдет так ну мы с вами поговорили о что может произойти с вашей доской это может быть либо какое-то повреждение которое ну я считаю это не такой уж будет сложный и дорогостоящий ремонт доски ну есть немножко это уже посложнее ремонт и которые требуют действительно большего времени и внимания то есть чтобы установить вот эти закладные и так далее вот и хочу поговорить вот такой вещи как воздушный клапан вот он важен важен причем он он регулирует скажем так плотно воздух вашей доски то есть она бывает нагревается на солнце и может просто без этого клапана она может вздуться и потом это будет очень тяжелый ремонт том плане что просто чем покрыта доска либо карбоном либо стекловолокном она просто отстанет от от пенопласта на котором она все прикреплена и будет на вздуется и потом очень сложно его и ремонтировать вот этот клапан он позволяет регулировать давление в доске вот и тем самым даже этот клапан если вы вдруг повредили доску она напитала воду выкручивается этот болт и и через нее будет 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 выходить как сушить сохнуть будет доска вот скажем то есть это тоже есть эти вот моменты начали ставить на продвинутых уже досках серфбордах саббордах то есть раньше их не было теперь как бы если у вас старая доска то принципе можно его запросто установить как еще один немаловажный момент который ну он очень важен это техника безопасности которую ну я использую если вы будете использовать то ремонтировать доску это важно то есть для этого использую это рукавицы попадание всяких химикатов нару на кожу они пагубно влияют нам для вашего организма соответственно это защита дыхательной нашей системы это химия которая испаряется от эпоксидки от от сотвердителем это ну это от краски то есть но перк но воняет и она повреждает ваши легкие ну и соответственно пылезащита тоже я использую вот тут такого плана тоже респираторы поэтому не забывайте об этом вот если чем-то вам помог милости прошу задавайте свои вопросы обращайтесь вот это мое первое видео не будьте не судите строго вот подписывайтесь ставьте лайки задавайте свои вопросы можно глупые я мог так сама вам буду отвечать как спросить так и отвечу но постараюсь вам помочь всем всем волны моря ну и хорошего настроения бодрячком решил что-то придумать сделать сам вот сделал сам вот вот образец вот доска которую я сконструировал вот еще одна доска вот в подвешенном состоянии это более такая прогулочная доска вот и пошло поехало вот и и и хочу поговорить с вами о ну а волнозависимых вот видео